Ребята, всем здорова! Ну просто нещадный мороз за окном моего автомобиля. Термометр показывает минус 15, а дальше только хуже. Ночью сегодня обещают до минус 20. А по телевизору сказали, я вот смотрел перед выходом новостя, как раз, что мороз данный не свойственен декабрю месяцу. В декабре должно быть теплее, ядрёный. Что-то у нас в последнее время всё какое-то не свойственное. И лето какое-то не свойственное, да, там под 40 градусов жары. В декабре минус 20. Зато с пробками всё стабильно. 8 баллов, ядрёный, 4 часа дня. Нормально. Когда я только Opel купил, а это было весной, и отрапортовал о своей покупке, мне один уважаемый зритель написал, что, ой, зимой замучаешься, Opel машина холодная, дескать, европейская, долго прогревается, вот, и будешь ехать да мёрзнуть. Знаете, ребят, вот были у нас морозцы там, да, такие вот, минус 3, и что-то мне показалось, да, думаю, что-то как-то правда она долговато прогревается. Ну, температуру набирает быстро, именно сам салон долговато прогревается, и что же универсал, да, она длинная. Думаю, блин, что будет там в минус 20? Ну, вот сейчас вот, ну, нормально, нормально. Ну, конечно, когда стоишь, она температуру набрала, а печка вроде дует, но не настолько жаркий воздух. Как только поехал, всё, сразу зашибись. Мне прямо вот сейчас уже хочется снять куртку, я три светофора от дома отъехал. Ну, в общем, нормально, это всё миф, Opel нормальная машина. А вечерит как быстро, да? Четыре часа, вот, уже темно. Я еду с ближним светом, фар. Ну, нет, я мог бы и с габаритами, в общем, ехать, так-то ещё видно нормально, но... А уже положено, конечно, по такой темноте ближний включать. Тебе-то видно, но тебя вдруг будет плохо. Чтобы хорошо тебя было видно, надо включать ближний. Да, вот одно радует, то, что Новый год скоро, да. У меня есть, кстати, новогоднее настроение. Не знаю, ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии, есть у вас новогоднее настроение. У меня есть, реально. Мне хочется, чтобы быстрее этот год закончился, наступил новый. И весна не задерживалась в этом году. Ох, что-то скребёт там. А, ну это это, на подкрылке лёд скребёт. Чтобы весна не задерживалась в этом году. Пришла вовремя. Апрель, май? Ну, в апреле, лучше в начале. Чтобы мы на дачу поехали. Ну, шашлычка там покушали. Ну, нормально, чтобы не в июне месяце дачный сезон открывать. Проходите, ребята. Порядочно, без очереди. Я получил... Ну, не потому что я такой крутой без очереди. Я просто там нету никого, поэтому без очереди. Короче, порядочно и без очереди я получил посылку от нашего уважаемого зрителя. Романа. Что-то он нам там такое интересненькое прислал. Сейчас мы её распечатаем, посмотрим. А вот. Я люблю получать письма, посылки. А кто ж не любит? Подарки, да. Ну, и сам, конечно, люблю тоже дарить подарки. Так. Чё я без шапки? Ну, а я ж на машине. А машина у меня вон хрен знает где, вон там. Видите, тут одни кругом шлагбаумы, ядрёныки. Ну, правильно, чтобы посторонние не заезжали. Тут места ценные, парковочные не занимали, а то прут со всех сторон. Ядрическая сила, какой же холод. Я пока дошёл до машины, замёрз. При том, что у меня реально зимняя куртка, под ней реально зимняя кофта и ещё футболонька. Ну, а чё, ну, к морозам надо привыкнуть тоже. Привыкнуть. А тут бах, вот так вот грянули, да. Совсем что ли, сдурели. Мы с утра сегодня с Кирюхой, нашим зрителем, с Секирчиком, диалогировали насчёт Sony PlayStation 5. И я вспомнил, такой случай был в начале года, прям на новогодние праздники, с первой по седьмой, в один из дней. Я зашёл в магазин M-Video и увидел там в продаже Sony PlayStation 5. Это фотка из моего Инстаграма, ребят, ссылка на Инстаграм в описании к этому ролику, кому интересно. Sony PlayStation 5. Блять, вот она, забирай её за 46 990 рублей. Поверьте мне, ребята, таких цен нет, не было и не будет. Если сейчас она в свободной продаже высыпется, она будет стоить 50+. А тут 46 990. Вот, забирай, неси на кассу. И деньги у меня на кредитной карточке были, можно было расплатиться, потом потихонечку вернуть. Представляете, какую я сделал глупость, что я её не забрал. Даже в целях коммерциализации можно было взять и продать её. Ну, в общем, за любую сумму, какая вздумается. Некоторые товарищи за 150 тысяч продают, он на Авито. Представляете, вот, какую ошибку я сделал. Вот она, она стояла на меня, смотрела. Я смотрел на неё, но я сказал, да ладно, чё там, у меня четвёртая есть. Пока месть не надо. Не было, как говорится, нет и нехрена начинать Sony PlayStation 5. Купил Лёле вот такие вот вкусняшки. А там, знаете, чё, вот сюрприз. Ну, вот такие вот магнитики с собачками. Разные породы всегда попадаются, прикольно. Вот, угадайте, какая сейчас выпадет порода. Опа, хотел сказать, никакая ядра. О, блин, опять не Лёля. Я всё жду, когда Лёля попадётся. Ну, тоже прикольная. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Спаниель несчастный, короче, попался. Ну, вот видите, вот сколько я покупать? Четыре штуки я покупаю, да, и всё время разные собачки. Прикольненько так смотрится на холодильничке. Нормально. Лёля любит всякие вкусняшки. Вот, видите, они, косточки. Она вон уже грызёт её. Он лапой прижал и говорит, никому не отдам. Моё, да, Лёля? Кушай, кушай. Никто не забирает. Ну, и как же я могу забыть про катков сынков-то, да? Они уже здесь. Барсик, чё расскажешь? Чё, как дела? Алис, киса, привет. Вон, я им тут сметану даю. Барсик сметану любит. Много не надо, а то будете жирные. Вот они днём сухой корм едят, а утром и вечером, ну, вот такие вот. Ребят, ну, конечно, мне не терпится уже открыть вот этот пакетик и посмотреть, что там внутри. Посылка от Ромы, нашего зрителя, Романыча. Так. Никакие ножницы я не взял, но они и не потребуются. Можно аккуратненько взять и разорвать. О-о-о! Да, Романоч писал на стримчонке, то, что он занимается стелечками. Да, ребята, да-да, я тоже как-то не особо обращаю внимание, когда прихожу в магазин одежды на такой товар. Но, а зря, купил лапти, и так вот их и носишь, пока не помрут. А можно для удобства, для удобства, ещё и подложить стелечки. Стельки из ливанского кедра. Защита от неприятного запаха, вот это важно, особенно в летний период, да? Потливый стенок, гибкость стопы. Закрой запах на замок. Женские, дамские стелечки и мужицкие. Закрой запах на замок. Ну, это надо, это надо. Это надо, ребята. Потому что, ну, сам-то ты не чувствуешь, да? Потому что своё не пахнет. Снимаешь, когда вот походил-походил, да, вот. Знойным днём в дикси зашёл, прогулялся, снял. Ты-то не чувствуешь, а другие чувствуют. Идрёна, оселечки подложил из ливанского кедра. И ничего нету, никаких запахов. Это прикольно. Прикоснись к самой природе. Хлопок, ну вот состав, смотрите. Хлопок, шпон из ливанского кедра. И отверстия имеются. Ливанский кедр оказывает природное антибактериальное воздействие за счёт высокого количества фитоцидов. Фитоциды? Что? Фитоциды воздействуют на нервные окончания стопы, обеззараживают и убивают болезнетворные микроорганизмы, способствуют размножению полезных микроорганизмов, которые вступают в борьбу с болезнетворными, заменяя впоследствии микро... Извините, я волнуюсь. Микрофлору ноги на здоровую. То есть, если у вас потливость есть, страдаете, бах, стелечку подложил, и они воздействуют на то, чтобы ноги не потели. Второе. Геометрическая конфигурация отверстий на стельке разряжает текстуру дерева и позволяет стельке быть более гибкой и придаёт форму анатомической стельке. При носке на стельке могут появляться трещины, что является естественным процессом и не препятствует комфорту и защите ног. Ну, правильно, это же дерево. Третье. Натуральный хлопок создаёт естественный барьер от рассеивания фитоцидов и позволяет им более точно воздействовать на проблемные зоны. Четвёртое. Клей-расплав за счёт естественного тепла ноги позволяет зафиксировать стельку в неподвижном положении внутри обуви. То есть, там, видите, какой-то там клей ещё, вот, который не даёт ей ездить. Экологичность. Уникальный товар, созданный самой природой. Эксклюзивность. Единственный в России производитель продукции из шпона ливанского кедра и конского каштана. Гарантия качества. Вся наша продукция прошла добровольную сертификацию. То есть, товар сертифицирован, ребята. Эффективность в защите от болезнетворных организмов подтверждена протоколом испытаний Бактериологической лаборатории Московского городского центра дезинфекции. Ну, вот так вот, ребята. Такие вот стелечки Рома нам прислал. Ну-ка, есть. О-о-о. Ну, действительно, выглядит очень порядочно. Мой размер 41. Ну, вот, видите, он идёт как раз на 40-41. Как бы универсальный. Если окажется чуть великий, например, если был бы у меня 40, можно чуть подрезать ножничками. И будет нормально. Барсик тоже заинтересовался. Ему интересно, что это такое, Барсик. Ну, тебе такое не надо. Ты же ботинки не носишь. У тебя ноги точно не потеют, да? Вот, ребята, видите, как выглядит лицевая сторона и обратная сторона. Вот, ну, здесь вот специальный такой клеёк, который от тепла ваших ног. Так, чуть приклеится к ботиночкам, и стелька ездить не будет. Ну, вот он сам, ливанский кедр. Это дерево. Это очень приятно. Так, также в пакетике лежит письмо от Ромы. Вот. Давайте прочитаем. Доброго всем дня. Компания Кедр Шоп под торговой маркой Кедр является производителем эксклюзивных обувных стелек из ливанского кедра и продукции, содержащей ливанский кедр. Единственный в России производитель продукции из шпона ливанского кедра. Ну, что я вот с коробочки читал, да? Мы изготавливаем стельки трёх видов. Универсальные женские, размер 36-41. Универсальные мужские, 36 по 45 размер. Стельки спорт, размер 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Вот у меня как раз стельки спорт. Ну, я парень-то спортивный на велосипеде. А что, и зимой тоже я буду и в зимних. Вот. Одни в зимние ботинки, одни в летние. Ну, которые повседневные. А вот это дамские леди, Натахе подарю. Ну, а далее идёт информация, которую мы уже зачитали с коробочки. Вот видите, российские производители, ребят, это здорово. Это наши уважаемые зрители занимаются. Представляете, ребят? А у нас зрители в большинстве порядочные люди. Рома порядочный человек. Фуфло всякое на обзор не прислал. Эксклюзивность. Для самых активных выдерживают самую интенсивную нагрузку на стопу. Позволяют ногам дышать. Предотворщают мозоли и натертости. Ну, вот они, летние кроссовочки мои. Давайте попробуем установить стелечку. Да и я похожу. Чуток, да и я похожу. Я говорю, вот, я что-то никогда не думал даже о покупке стелек. Да, ведь этот товар продаётся. И действительно, вот, некоторые там дезодорантами какими-то этими обувными пользуются, то и дело, да. А достаточно просто стелечку подстелить дополнительно. И не будет у вас никакого запаха. Так. Правое установлено. А я прямо и оставлю в кроссовках их. Я прямо их и оставлю. Не сказать, что у меня там, конечно, патентизация мощнейшая идёт. Но тоже бывает. На велосипеде накатаешься. То, что они немножко вот трескаются, видите, это в описании ничего страшного. Они, наоборот, они под кроссовок формируются. Так. Ну что, сейчас вот оденем. Блин, я ложечку-то не взял. Они настолько лёгкие и незаметные, то что, ну, как будто их нет. Вот одел кроссовки, как было, так вот, так и осталось. Прикольно. Спасибо, Рома, за такой презент от души и от сердца. Что, мне нравится. Нормально. Что они есть, что их нету. Я говорю, мне прямо вот душа радуется, то, что это вот наше производство, российское. Это классно. Ребят, данные стельки стоят и так недорого. Но Рома, наш уважаемый зритель, щедрая душа, специально для подписчиков, для вас, делает скидочку 15% по промокоду Кедр. Вы переходите на сайт кедршоп.ру, ссылка в описании к этому видео, выбираете понравившуюся продукцию, а там есть что выбрать, ребят, товары для здоровья, уюта и комфорта. Там наборы подарочные сейчас к Новому году. Посмотрите, что там только нет. Вы выбираете понравившийся товарчик, вводите промокод Кедр, и вам 15% скидка, ребят. Но я считаю, что это очень порядочно. И не надо никаких дезодорантов для кроссовок. Я тоже пользуюсь. Вот с этими стельками вопрос будет решен. По патнитизации. Видите, тут вот отметочки такие. 37 размер. Оп, ножничками отрезали. 39. Оп, вот здесь вот отрезали. 41, здесь отрезали. 43. Вот, видите, все как удобно, все размечено. Так же и вот здесь вот тоже направляющие есть. Да, вам надо поуже. Бах, отрезали. Ну, все, ребята, продумали. Спасибо Роме за предоставленные стелечки. Будем таскать. Да, Рому вспоминать. Ребят, подписывайтесь на наш канал, устанавливайте лайчонку, заходите на стримчонки. Ссылка на инстаграм в описании к этому видео. И удачи. Пока-пока.